Микс Ньюс Добрый день, уважаемые слушатели. Олег Пеков в студии и Родион Золотарёв за звукорежиссёрским пультом. Эта программа встретились, поговорили. Сегодня мы встречаемся и говорим с очень интересным гостем, который совсем скоро станет в этой студии хозяин. Дело в том, что в ближайшее время мы запускаем на Радио Болтком новую программу «Открытая кухня», где речь пойдёт. Сейчас мы поговорим, о чём там пойдёт речь. В нашей студии сегодня специалист в области ресторанного бизнеса и руководитель компании «Коуч Шоус» Валерия Иванова. Здравствуйте. Добрый день всем, добрый день слушателям. Ну вот мы заодно познакомимся и действительно, насколько важен вопрос культуры ресторанного питания и вообще времяпровождения в ресторанах для нашего города, для нашей прибалтийской жизни. Насколько это частое времяпровождение или это может быть удовольствие для только богатых, например, людей? Хороший вопрос. Я думаю, что стоит начать с того, что сильно поменялось отношение в целом к посещению ресторанов в период с 2000-х годов. Потому что после 90-х весь тот контингент, который любил ходить по Винценту, Монтеросе, он отошёл. Сейчас как можно больше людей хотят просто прийти и выпить пиво, попробовать новое какое-то блюдо. Плюс наш ресторанный рынок перестал ограничиваться только итальянскими ресторанами. Конечно, меня удивляет, что по сей день открывается уже 50-й ресторан итальянской кухни, но тем не менее. Поэтому, да, безусловно, в данный момент культура развивается. Ходят как молодёжь, так и люди после 30 лет, которые хотят, возможно, получить нечто другое, нежели молодёжь. Вот сервисы, вот блюда, то есть ожидания немножко другие. Вот, но мы ещё, конечно, далеки от той же Испании, Италии, где люди готовы сидеть как в консервной банке в ресторане, да, курить, смеяться, общаться, потом даже познакомиться с другим столом, сидящим рядом. У нас всё-таки по менталитету мы такие холодные, закрытые, нам немножко некомфортно, если мы слышим разговор людей со соседним столиком, да, и очень часто рестораны, которые открываются, с этим сталкиваются, что гости пишут, какое маленькое помещение, он, боже, я чувствую, что у меня дышит спину. Ну, это менталитет наш. Но, отвечая на ваш вопрос, да, культура есть, и ходят не только богачи, и это не может не радовать. Насколько для вас эта вот сфера стала профессиональной, когда произошёл этот переход? Я понимаю, что вот от посетителя ресторана до уже сначала владельца, или это был в какой-то период не очень большой в жизни? Расскажу. Что касается посетителя, могу бы поблагодарить своих родителей за то, что уже с детства присваивалась культура посещения ресторанов, причём это всегда было с таким посылом, что я должна уважать весь труд, который происходит, пока мы сидим как гости. Я не имела права разбежаться, знаете, как бывает, и разбить вазу, или толкнуть официанта, или нагрубить официанту. Хотя ребёнок в возрасте 5-6 лет может не контролировать свои шутки, эмоции. Конечно, мне нравилось, я уже что-то понимала, что такое хорошо, что плохо, чем отличаются заведения, на что стоит обращать внимание. Мама всегда говорила, вот посмотри, если на террасе стоят пластиковые стулья, такие, знаете, которые прям мнутся, когда садишься, наверное, туда не стоит идти. Плюс всегда говорила, что уборная, да, это лицо заведения, там должно быть чисто и приятно находиться, да, извините, что как бы называю вещи своими именами, так есть. Вот, соответственно, как началась моя карьера, началась достаточно забавно. Я училась вообще на юриста в Москве, и на последнем курсе именно колледжа, ещё не института, я пошла подработать в роли хостес. Хостес – человек, который встречает гостей, отвечает за резервации, размещение, да, посетителей. Пару месяцев поработала, мне понравилось, потому что это работа с людьми, ты понимаешь, что действительно ресторан, он работает как механизм, всё должно быть чётко, по часам, и если какой-то винтик в команде барахлит, то, ну, случается беда, да, потому что не может быть так, что вот работает только кухня или официант, это огромная командная работа, иначе это не выходит. Далее ещё какое-то время я отдала себя именно учёбе, уже в ВУЗе когда училась, и уже на последнем курсе ВУЗа началась прям карьера-карьера. Я работала в кулинарной студии, самой крупной в Европе, называется, можно, да, говорить? Да, конечно, давайте. Кулинарион, филиалы находятся уже в Питере, Москве, Сингапуре, Бухаресте, и на данный момент, по-моему, в Варшаве сейчас ещё будет открываться. Пришла туда, я абсолютно не понимаю, в общем-то, чем я буду здесь заниматься, потому что, ну, отдельный ресторан, как-то ясность есть. Когда это кулинарная студия, и тут всё в повар, и огромное количество гостей, которые на мастер-класс приходят, а ты должна быть ведущей, и справляться с горячими итальянскими мужчинами, у которых сейчас эта паста горит, сейчас там Валерия принеси, разные ситуации были, но справились, и мне очень нравилась эта работа. В паре с шефом мы обслуживали как корпоративы, так и дни рождения, так и просто открытый мастер-класс, когда люди хотели прийти поготовить. Вот, ну, действительно интересная работа, и я очень быстро росла, потому что почувствовала, что это моё. Через каких-то полгода я стала уже руководителем отдела, стала отвечать за качество сервиса, за ту самую командную работу, про которую я ранее сказала. И далее я поехала уже обучать своих коллег в Сингапур. Обучать уже прямо, да? Да, в открывшуюся студию, потому что это не было франшизой, но, тем не менее, филиалы должны быть одинаковые, да, как если здесь такой стандарт, то и в другом городе, неважно, что там азиатский рынок, всё должно быть одинаково. Вот, и такой тоже, да, был опыт. Несколько месяцев проработала в Сингапуре, обучила своих коллег, повысила и уровень сервиса, и в целом весь концепт, да, продолжила, который был задан Москвой. И потом я вернулась в Москву, и так вот судьба сложилась, что мне пришлось вернуться в Латвию, влюбилась, вернулась на родину, в Ригу, и далее вышла замуж. Какое-то время, конечно, я находилась в таком ступоре, потому что Москва – это совершенно другие масштабы, совершенно другие показатели. И пару месяцев я находилась в поисках работы, и потом устроилась к такому монополисту на нашем рынке, это Виктор Равдева, владелец сети Рестораторс, который сейчас центральный рынок, собственно, открыл. И вот я работала у него на позиции проект-менеджер, открывала ресторан, то есть все, что касается набора персонала, какие салфетки, униформы, меню, все-все-все делалось в тот период мной. Хороший опыт, но через какое-то время я стала понимать, что как-то мне не хочется уходить из ресторанного бизнеса, но поменять немножко нишу. Еще раз потом поработала как директор, еще раз убедилась в том, что, ну, наверное, надо искать что-то свое. И пока была в положении, не теряла время, зря не хотела скучать, начала писать обзоры на рестораны, высказывать свое мнение. Оно было резонансное, вызывало очень много эмоций. И далее уже стала достаточно популярным блогером, блогером, если можно так назвать, но мне не нравилось. Ну, обозреватель, может быть, ресторан обозреватель. Которое предоставляет как услуги по найму персоналу, да, по дбору, так и обучение, и весь менеджмент, вся оперативная работа, которая касается внутренних вопросов в ресторане. Ну вот к этому еще мы перейдем. А просто у меня сразу вопрос. Те компании, с которыми вы затем сотрудничали, рестораны, приглашали вас уже, вы же писали на них отзывы. И, в принципе, отзывы, ну, достаточно, ну, без всяких, вот как есть, так есть, без всяких, скажем, попыток понравиться или там как-то похвалить там на ровном месте. Вот насколько, как обычно ведь всегда относятся немножко с обидой, или, может быть, ну, вот как-то сразу не было такого чувства, что страха, например, что получится ли сотрудничество с теми компаниями, с теми ресторанами, которые критиковали? Вы знаете, вообще не боялась. Я, наверное, по характеру максималист, перфекционист, и у меня либо черная, либо белая. То есть я не буду работать с теми людьми, где, в принципе, нет никакого понимания, что вот не должно быть настолько сильно грязно, что нельзя обманывать своих гостей, что нельзя к ним относиться вообще без какого-либо уважения. Были ситуации, когда я писала обзор, и были какие-то мелкие минусы, и меня восхищало, что вот один из моих уже на данный момент существующих клиентов обратил внимание на этот обзор и написал мне огромное сообщение в Фейсбуке с благодарностью, что я это заметила, что я это увидела и предложила решение, и далее он меня уже пригласил на пять месяцев устранять эти ошибки. То есть это адекватная критика, без какой-то так называемой заказухи, когда ты хочешь просто опустить. Такие люди тоже есть, которые пишут специально за деньги посты, лишь бы унизить своих, или против конкурентов так грязно действовать. Были, да, и случаи, когда совсем был плохой обзор, но хозяин потом все исправил и также обратился к моим услугам. Сейчас мы буквально не друзья, но в потрясающе хороших отношениях. Но есть и те, да, мимо которых я буду всегда проходить мимо и никогда не захочу, чтобы они были моими клиентами. Казалось бы, вот ресторанный бизнес, каждый наверняка чувствует себя, ну вот как футбол, знают все, как нужно играть. Наверное, каждый человек, который ходил по ресторанам, знает, каким должен быть идеальный ресторан. И, наверное, это распространенная ошибка, когда инвесторы чувствуют себя хозяевами положений и приходят в ту область, где, может быть, они не понимают вот всех правил игры. Вот что здесь самое? Какие подводные камни могут быть? Знаете, очень обидно. Очень обидно, потому что за что? Что многие люди считают, что ресторан – это самое, ну, что там сложного, да? Ну, открыл кафешку, там официантов нанял, повара поставил. Ну, хотите, верьте, хотите – нет, но это одна из самых многогранных и сложнейших сфер в принципе. То есть там столько тонкостей, что ты не можешь это просто взять и с листочка выучить или прочитать одну какую-то книгу и понять, как по крупицам это всё выстроить. Поэтому, на мой взгляд, достаточно глупо инвестировать и считать, что вот я деньги вложил, и всё будет классно. Нет, ну, если вы сами не разбираетесь в этой сфере, наймите, в конце концов, человека, опытного директора, опытного управленца, который вам поставит и персонал, и пропишет книгу стандартов, по которой вы будете потом следовать, рассмотрит все маркетинг-ходы, как развивать, как рассказать гостям о том, что вот мы здесь. Потому что иногда открываются рестораны, а мы никто об этом даже не знали, да, что вот здесь новое место. Только проезжаем и видим, как каждые полгода меняются вывески, а что-то там поменялось, никто так и не успел даже зайти попробовать. Вот, поэтому какой совет я бы дала? Ну, наверное, да, найти, если есть желание вложить деньги и быть владельцем ресторана, но не имеете знаний, найдите человека, который поможет вам, чтобы потом не опозориться, да и, в принципе, не закрыться через полгода. Да, кстати, по поводу закрытия, вот почему в Риге так часто закрываются, открываются рестораны, что, в чём причина? Место не по фэншую, что вот? Ну, вот насчёт места, как смешно бы не было, но есть у нас в городе парочка таких мест, где не приживается ничего, ровным счётом. Там уже было, не знаю, 3-4 ресторана, даже могу привести пример, это улица Дзирново и Базница, угол. Там уже какое-то заведение не было. Последнее, на моей памяти, был узбекский ресторан, причём очень даже хороший я была там, никак, но помещение двухэтажное, двухэтажное, огромное, это московского такого плана, да, ресторан. Наши люди, как мы вот вначале с вами обсуждаем, они боятся не только маленьких пространств, но и огромных, то есть они себя чувствуют слишком на виду. Ну, вот всё с менталитетом связано. Ну, вот это вот, да, бывают такие уже роковые помещения, да, как без удачи. Второе, вторая причина, вот то, о чём я говорила, не знали, не имеют представления о ресторанной сфере, открывают и потом удивляются, почему ничего не пошло. Третье, это абсолютно нежелание вкладываться в рекламу и в персонал. Персонал нужно обучать, да, нужно контролировать. Сыпятся плохие отзывы, если вы начинаете уже обрастать негативом с самого первого дня, очень тяжело из этой грязи потом вылезти, понимаете. А у нас люди всё запоминают. Вот, вот как там было, я читал отзыв, я сам там нашёл, я не знаю, волос в тарелке или что-то, или гостицент нагрубил. Конечно же, существуют и более глобальные причины. Это достаточно высокая цена за аренду, стоимость аренды, и ситуация, которая складывается с налогами, да, что есть добавочный налог на 12% на налогообложение ресторанного бизнеса. И, ну, многие не выдерживают просто такой давки, да, что, казалось бы, государство должно поддерживать, что у нас с каждым годом увеличивается количество туристов, количество экспатов, да, людей, которые сюда приезжают по контракту работать. Люди есть, кто ходит, да, и платёжеспособное население. Ну вот, закрываются, меняются, и это очень печально. А вот если бы мы говорим про туристов, какую долю посетителей ресторанов они составляют, и не являются ли они, конечно, такой специфической публикой, потому что туристу важно увидеть, попробовать, ну, что-то вот именно местного колорита, потому что, ну, другие, наверное, всё-таки, друг-другие блюда он может попробовать и в другом месте. Сейчас очень активно используется платформа TripAdvisor. Любой турист, приезжающий, заходит первым делом туда. И это не всегда связано с аутентичной латвийской кухней. Они смотрят по морепродуктам, какое им первое место, какой ресторан занимает первое место. Ага, много отзывов, много отзывов от иностранцев, значит, идём. Да, и если сам ресторан вкладывается в рекламу на том же TripAdvisor и других платформах, туристы о нём узнают. Тот же журнал, да, Baltic Outlook, который туристы читают, пока летят в самолёте, видят на развороте какую-то интересную статью про тот или иной ресторан. Чем плохи посещение туристов, то, что их называют однодневками, одноразовыми. То есть они пришли и ушли и забыли. То есть этот гость не тот, кто, как завсегда-то, и будет приходить, праздновать потом дни рождения, приглашать друзей, и, как сарафанное радио рассказывать, вот там лучше стейк подают. Но туристы ходят. Процентуально, к сожалению, ответить не могу, потому что это всё-таки сезонно тоже зависит. Сначала летом идёт пик, осенью немножко затишье, потом ближе уже к декабрю опять наплыв огромный. Но большую часть точно составляют, я думаю. Зависит от локации. Но процентов 40, думаю, есть. Насколько действительно сезонность отражается на ресторанном бизнесе? Насколько зимой тяжелее выживать, чем в летние дни, когда и больше туристов, и есть возможность там какие-то летние веранды выставлять? Есть рестораны, которые действительно ориентируются лишь на тёплый сезон, а есть рестораны, в которые гости ходят исключительно зимой. С чем связано? Вот вы уже сказали, Олег, да, что террасы, естественно, если лето позволяет, то люди предпочитают посидеть на свежем воздухе, особенно для тех, у кого актуальна тема курения, что можно, не отходя от столика, посидеть, покурить, выпить бокал вина и съесть своё любимое блюдо. Если, тем более, эта терраса проходимая, то огромное количество денег за сезон летний ресторан может заработать. Есть, наоборот, другие заведения, которых, как я называю, то все приходят всегда греться, да, то есть террасы у них нет, но они знают, что зимой это вот лучшее место, где они выпьют уже там бокал не прохладного белого, а сочного красного, насыщенного, да, съедят что-то более, что ассоциируется с холодным сезоном. Но есть и места зимой и летом одним цветом, когда народ сидит там и летом, и зимой, просто потому, что нравится. Насколько насыщенный вот наш рынок, есть ли куда двигаться, то есть насколько ещё не охвачены какие-то вот массы населения, которых можно привлечь к посещению ресторанов? Есть ли здесь какое-то ещё пространство для манёвра? Я думаю, что что расстраивает, что у нас нет культуры похода в ресторанах для людей постарше. То есть, наверное, это, конечно, связано с пенсионным вопросом, насколько высоки у нас пенсии. Мы видим туристические группы за 60-70 парочки приезжают и наслаждаются своим ужином. У нас люди в большинстве своём не могут себе этого позволить. И мне жаль, что в моей стране так происходит. Что касается молодёжи, здесь уже, по-моему, охвачено всё. Они следят за трендами, за новыми заведениями, и с радостью приходят что-то пробовать, чекинятся, фотографируют это в Инстаграм. Это же отдельное сейчас течение фуд-фото. Поэтому я думаю, что в целом в этом ситуации она достаточно стабильна сейчас. Фуд-фото. Вот, кстати, сама эта культура фотографирования еды. Очень многие, наоборот, возмущаются и говорят, что это признак дурного вкуса фотографировать обязательно всё, что ты съедаешь. И там отписываются от людей, которые сообщают, что они съели на завтрак, на обед и на ужин. Вот их вся лента заполнена. Ваше отношение к этому? Моё отношение – это так же, как с детьми. Кто-то выкладывает своего ребёнка в социальную сеть, кто-то замазывает лицо или лепит смайлик. У тех и у тех есть своя правда. И сейчас просторы интернета настолько многогранны, что каждый ведёт себя так, как хочет, и позволяет столько и себе, и своим зрителям, зрителям, ну, вот тот максимум или минимум. Как я отношусь? Я с радостью фотографирую, что я ем, пью, делюсь, потому что знаю, что по моим рекомендациям уже не только друзья, но и моя аудитория, они ходят и пишут потом мне благодарность. Валерия, спасибо, вот как раз искали место для ужина на следующей неделе. Ну, это прекрасно. Валерия Иванова, я напомню, что совсем скоро на радио «Болтком» появится программа «Открытая кухня», и Валерия Иванова будет ведущей этой программы. И мы поговорим, наверное, о тех темах, которые будем затрагивать буквально во второй части нашей беседы. Продолжается программа «Встретились, поговорили». Валерия Иванова сегодня у нас в студии, и вот как раз-таки профессия ее связана с обучением, набором персонала и прописыванием книги стандартов. Вот мы как-то упомянули это, а для меня, например, это даже звучит очень интересно и как-то необычно. Что это за книга, где должны быть прописаны? Это как должностные инструкции на заводе, условно, или что? Должностные инструкции есть отдельно. Как выглядит книга стандартов, которую у меня мои клиенты заказывают. Это красивая книга, прошитая по левому краю, все по классике, где раздел за разделом рассказывается, как история заведения, кто является владельцем, кто делал дизайн, в каком году открылось, какое количество блюд и так далее. Далее идут все стандарты внешнего вида, как должен выглядеть здесь сотрудник, если мы говорим про того же официанта. От цвета ногтей до униформы, что должно. Потому что так или иначе в каждом ресторане все по-разному. Где-то до сих пор эти олдскульные белые рубашки и черные штаны, кто-то, наверное, еще до сих пор использует и белые перчатки. Это все отходит, это уже не модно, это такое уже старое веяние. Далее также стандарты обслуживания. Они тоже очень разные в зависимости от класса и концепта заведения. Где-то официанты подходят и представляются, где-то общаются в максимально шутливой, дружеской форме, но не переходя, скажем, границы между гостем и официантом. Что предлагается сразу, что платно, что бесплатно. Потому что вы наверняка замечали, что есть хлеб, где за стоимость, где как комплимент от заведения. То есть, условно, чтобы я не описывала все вам разделы, что принято здесь. Для чего это сделано? Для того, чтобы облегчить период адаптационный для нового сотрудника. И чтобы вся команда смотрела в одну сторону, чтобы мне было потом сказано директору, а откуда нам это знать. Вот, пожалуйста, у вас есть книга стандартов. Пришли на должность, ознакомились, и вы знаете, что в нашем заведении такие правила, такие методы. То есть, то, от чего мы отталкиваемся, на что мы равняемся. Кто все-таки главный в ресторане, от кого зависит то, чтобы клиент ушел довольным? Это повар, это официант, это кто здесь играет большую роль? Я думаю, что нельзя так сказать, потому что один раз я услышала потрясающую фразу, что, вот вы представьте, вы хотите открыть ресторан, вы приходите в заведение, и смотрите, вот тут всегда полно народу. Вы думаете, может быть, дело в интерьере, находите этого дизайнера, делайте такой же интерьер. Потом думаете, может быть, действительно, здесь шеф-повар потрясающий, который притягивает своим кулинарными талантами. Вы переманиваете его к себе. Далее вы закупаете ту же коллекцию вин, и так далее, и так далее. То есть, максимально пытаетесь копировать, но по итогу оказывается, что ваш ресторан все равно пустой, а тот по-прежнему полный. Все это потому, что это командная работа. И вот атмосферу невозможно перекупить, невозможно копипейст перенести к себе. На мой взгляд, это зависит от всех областей, от всех отделов, если можно так сказать. Это и кухня, и бар, и директор, и обслуживающий персонал. Но без одного, это как звенья, без одного, как цепочка, без одного звена не было бы другого. Какие самые, ну, скажем, насущные первые проблемы, о которых хотелось бы рассказать в программе «Открытая кухня»? С чего будет начинаться этот проект? Мне изначально хотелось бы представить нашим жителям потрясающе талантливого ресторатора, узнать о нем больше, о том, с какими сложностями он сталкивается, почему он достаточно критично относится к заведениям поверхностным, которые открываются, что он, например, не терпит, когда обманывают посетителей, то есть выдают аутентичное блюдо за, точнее, наоборот, выдают скопированное блюдо за аутентичное, привезенное из Италии или из откуда-то. То есть мне, да, действительно, хотелось бы познакомить людей с рестораторами, поговорить с ними на горячая тема и услышать вторую сторону представителей власти как раз вот то, о чем мы говорили, про налоги. Потому что хочется видеть в нашей стране гастротуры даже, чтобы люди сюда приезжали за едой, но как это возможно, если происходит где-то ущемление этой сферы. И я бы с удовольствием провела дискуссию между ресторатором, представителем власти, чтобы услышать аргументированное мнение с двух сторон. Я думаю, что тогда слушатель сможет сделать свои объективные выводы. И было бы классно, если бы слушатель поделился этим в Фейсбуке потом, в комментариях под нашим видео, что для меня тоже важно, как я там человек работающий в этой сфере, а люди, которые просто посетители, я бы, что они на этот счет думают. А вот только раз мы говорим про социальные сети, насколько, вот уже прозвучала эта мысль, насколько мнение людей, посещавших ресторан, может создать сразу ему какую-то карму, то есть насколько прислушиваются к мнению, есть ли какие-то, скажем так, авторитетные голоса, которым прислушиваются больше, или люди ценят больше мнение своих друзей, которые советуют ресторан? Сложно достаточно вопрос, потому что, чтобы прислушиваться к конкретному человеку в сети, ты должен знать уже, что он до этого писал, в какие рестораны он до этого уже ходил, потому что, если человек напишет отзыв исключительно, скажем, про какой-то очень дорогой ресторан, вы не сможете объективно судить, может ли этот человек разобраться не только там, где чек будет уже 200 евро за ужин, но и где он будет ниже, стоит ли туда ходить, поэтому должна быть какая-то уже тенденция посещений человека, комментирующего эту операцию, чтобы на его мнение. Либо, ну, я, например, не воспринимаю отзывы в Фейсбуке, когда пишут, было классно, было хорошо. Что было хорошо? Что мы только что с вами говорили, есть и еда, есть и чистота, есть и атмосфера, и обслуживание, и, в конце концов, громкость музыки, температура в зале, как встретили, как проводили. Очень много всего. Расскажи нам, и тогда мы сможем пойти. Вот после таких отзывов хочется идти. Что касается друзей, ну, наверное, здесь это происходит чаще и лучше, качественней, потому что этому мнению мы уже доверяем. Этих людей мы знаем давно. Я к чему спросил, потому что сейчас, например, в области кино тенденция именно такая, что перестают люди доверять мнению кинокритиков, и все больше прислушиваются просто к барометру мнений простых зрителей. То есть вдруг сложилась ситуация, что кинокритики, которые привыкли считать себя богами, что вот их пытаются мнение чуть ли не купить, их пытаются задобрить, их мнение никому не стало интересным. И сейчас больше ориентируется. Но вот в области ресторанного бизнеса можно провести аналогичную схему? То есть вот что ресторанные критики им все-таки доверяют или не доверяют? Если человек разборчив в принципе по своей сути, и у него есть вот это такое мышление, когда он может все-таки отличить, это проплачено или не проплачено, тогда можно доверять. Потому что не хочу обидеть своих коллег, людей, которые не из ресторанного бизнеса, но тем не менее они пишут обзоры про рестораны. Но когда я захожу на новый их обзор, я могу поменять сверху в шапке название ресторана, и суть от этого обзора не поменяется. То есть текст всегда один и тот же. Потрясающе вкусные коктейли, прекрасная атмосфера. Но что именно? Они никогда не напишут правду, что был маленький минус, но я желаю этому ресторану над ним поработать, и тогда действительно будет все потрясающе. То есть проплаченные отзывы, они очень легко на самом деле выдают себя. Да, 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 да. Поэтому я бы все-таки доверяла тем, кто говорит правду и хвалит, и может объективно, безобидно критиковать. Ну, мне доверяют, я сейчас не восхваляла себя, но, конечно, был период того, когда я писала огромные обзоры, они у меня действительно длинные. Мне говорят, вот, там белая простыня, потом называли, что я хожу по туалетам, проверяю, что я вот та вот, которая, что вот этот отзыв точно заказуха, а вот это тебе заплатили, наверное, тебя кормят бесплатно, хотя там всегда был приложен чек. На данный момент уже такого вообще нет, но когда было, я, конечно, очень страдала, я пыталась доказать всем, что вот нет-нет, потому что действительно мне никогда никто за это не платил. Я зарабатываю себе на жизнь совершенно другими вещами. Да, у меня есть услуга «Тайный гость», когда ресторан заказывает аудит, и я прихожу, оцениваю по всем-всем-всем факторам, иногда это какие-то даже есть дополнительные задания от заказчика, да, на что я должна обратить внимание. Если там отзыв вот прям негативный, все плохо, то это остается только между мной и клиентом, и мы дальше работаем над этими параметрами. Если он был хороший, там с одним-двумя недочетами, мне разрешают это выложить в сеть. Но это не заказной отзыв, это все та же моя правда, которая никогда ни за какой там бесплатный ужин или бутылку шампанского я не напишу, если мне не понравилось, что там было так классно ходить, пожалуйста, потому что я тоже ценю свою репутацию. Насколько интерьер и атмосфера вот играют большую роль, и как это тоже создается, какими, из каких мелочей вот эта атмосфера заведения в ауру? Я всегда говорила, что есть три кита атмосферы в ресторане, самых таких базовых. Это температура, потому что, представьте, вы приходите в ресторан, и вам там настолько жарко или настолько холодно, что вы либо заболеваете, либо сидите, простите, мокрые. Вам дискомфортно, да? Второе, это если музыка кричит так сильно, что у вас начинает болеть голова, или она настолько тихая, что вы не можете с комфортом пообщаться со своим собеседником, со своей спутницей. Третье, это, конечно, свет, потому что если он как в больнице, люди себя чувствуют тоже вот, ну, как будто под пристальным вниманием, а все-таки у нас ассоциация с посещением заведения, это прийти расслабиться, да, насладиться там вечером, вот. И если слишком-слишком темно, только если это не, ну, такой уникальный концепт, знаете, как был вот этот ресторан, где в темноте совсем едят, ну, то есть это уж такие уникальные случаи. Вот, поэтому это три таких технических, да, что влияет на атмосферу. Что касается интерьера, безусловно, очень важно. Но тут либо есть вкус, либо нет, понимаете? Либо человек не только делает красиво, но еще и практично, потому что не во всех ресторанах предусмотрен проход между столами на инвалидном кресле, с коляской, ну, детской, я имею в виду. Там не везде есть возможность расположиться компанией, да, чтобы было какое-то зонирование предусмотрено. Также, безусловно, атмосферу создают люди, которые работают. Если вы заходите в заведение в течение хотя бы пяти секунд вас не встретили, ну, это очень-очень неприятно. Я не говорю о том, что даже они должны уже сразу подбежать к входу, да, и сказать «добрый вечер», «добро пожаловать» в наш ресторан. То есть, пять секунд, да, вот это? Да, да, я обычно считаю пять секунд. И если я вижу в зале, вот есть такой кивок, да, что вот зрительный контакт, если он хотя бы произошел, значит, меня увидели, и он там показал мне вот две секунды, рассчитывая стол, я сейчас вас приму. Это в случаях, если нет вот той самой хостес, которая отдельно, да, должность, чтобы встречать гостей. Безусловно, это улыбка, потому что, когда вы заходите в ресторан и видите абсолютно недовольные лица, у вас ощущение, что вам действительно сейчас могут плюнуть в тарелку, и что вас здесь настолько не ждут, что, ну, вот хочется уйти. Я всегда на своих обучениях говорю, что, во-первых, в ресторанной сфере гости, не клиенты, да, потому что гость в ресторане, он гость, такой же гость, как и дома. Вот вспомните, когда к вам приходят гости, вы их встречаете, вы же не говорите, а сам зайди, кинь там сам куртку, вы предлагаете им помочь с верхней одеждой, вы предлагаете тапочки, ну, там, к примеру, да, в данном случае вы предлагаете там воду бесплатно, да, ну, в некоторых ресторанах или комплимент от заведения, как такой маленький уютный подарок от себя. Вы в любом случае своих гостей проводите до стола. У вас всегда, вы не выходите в пижаме или в трусах, правильно? У вас будет там, ну, красивая одежда, ухоженная, вы не будете выглядеть непрезентабельно, вы всегда расскажете о тех блюдах, которые вы предлагаете своим гостям. И в таких параллелях, я просто не хочу говорить об этом весь эфир, там, ну, порядка, ну, 50 точно. И если у самого работника нет ассоциации, что я принимаю своих гостей так же, как дома, это уже провал сразу же. А вот это все строит атмосферу. Вот мы заговорили о работниках. Насколько сейчас сложно найти хороших работников для ресторан-эфициантов, которые будут квалифицированы, вот как раз могут так хорошо обслужить клиента, гостя? Да, очень сложно. Очень сложно. Ситуация плохая, я не буду лукавить. Связано с чем? С тем, что очень много людей уехало на заработки за границу. Те, кто остались, считают, что их нужно ценить только за руки и ноги. Я звезда, у меня нет особой конкуренции, и выбираю я, а не работодатель. Очень неблагоприятная среда на данный момент. То есть, если раньше работодатель мог выбирать, возьму я молодого человека с опытом 5 лет или 6 лет, ну, двух разных, то сейчас он скажет, да хоть два, но дайте мне, пожалуйста, его. Понимаете, и это очень плохо, потому что потом мы видим все эти ситуации с сервисом ужасным, с воровством, в конце концов. Имею в виду не у гостей, когда воруют, а когда на предприятии происходит воровство. Но, с другой стороны, если бы такой ужасной ситуации не было бы, наверное, и у меня работы не было бы. На данный момент у меня 18 заказов, то есть по 18 сотрудникам, которые требуются. И это от помощника какого-то на кухне, на мойке или на кухне до шеф-повара или директора. И, ну, скажем так, лучше всего искать управляющую должность, потому что эти люди приходят на собеседование. Все, что идет чуть-чуть ниже, не приходят на интервью, выключают трубки, не выходят на пробный день, обманывают. Ну, это расстраивает, и я очень злюсь. Честно, я признаюсь, хоть я уже занимаюсь именно плотно наймом в Латвии более года, меня иногда сдают нервы, потому что я не понимаю, что сложного написать смс. Меня сегодня не будет. Вот я нашел работу более для себя приемлемую, выгодную. Ну, я тоже ценю свое время. Это проблема возникает, да? А скажите, есть ли возможность, например, устроиться, вот вы говорили, что все время 5-6 лет, но, знаете, вот есть анекдот, где взять первую бутылку пива, вот как попасть, вот если молодой человек, ну, приходит, ему говорят, нужно, чтобы у вас было два, хотя бы как минимум года опыта, но где взять эти два года опыта, если меня не принимают на работу? На самом деле в этом нет сложности, потому что очень часто рестораны разного уровня ищут ребят без опыта, студентов, которых… То есть ресторану проще обучить под себя, новичков, зеленых, которые ничего даже об этом еще не знают, чем взять сложного, но с опытом. Поэтому даже у меня на данный момент есть как минимум 3 вакансии, где требуется официант вообще без опыта, студент, который может совмещать работу с учебой. Поэтому просто нужно лучше мониторить объявления в Фейсбуке, на сайтах вспомогательных по поиску, ну, по вакансии. И что касается кухни, это помощники повара. Вот тоже у меня на данный момент клиент искал молодого человека или девушку, даже без опыта, но, возможно, с кулинарным образованием. Нашли, взяли, и вот сейчас он его стажирует. Возможно, мы об этом человеке как раз через те самые 5 лет услышим, что это будет топовый шеф. Просто кто ищет, тот находит. По поводу официантов, вот что, какая модель общения с гостем официанта более приветствуется и ожидается? Вот вы говорили, что здесь очень важно, с одной стороны, быть, ну, по-дружески относиться, но с другой стороны, не переходя какие-то грани. Вот что это? Вот чего изволите с поклоном или, ну, вот какой-то такой панибрац, как избежать этих вот каких-то двух разных крайностей? Ну, я полагаю, что вот чего изволите уже в Латвии вообще нет, да. В такие рестораны можно идти, наверное, как на экскурсию. Это знаменитый ресторан Пушкин в Москве, да, на станции Пушкинская, где действительно разговаривают сударь, сударыня. Но это такое экзотика, да. Там и само здание историческое, эти золотые расписные потолки и так далее. То есть такое исконно русское. На данный момент чем проще, тем лучше. Но без перегибания палки. Что я имею в виду под перегибанием палки? Буквально вот на днях своих московских друзей я повела в ресторан. Моя подруга была, честно, в шоке, что ресторан-то дорогой. И очень-очень известный посещаемый, что официант, принимая заказ, положил свою руку прямо на подлокотник, ну вот как здесь там такие кресла. Да, вот и подлокотники. На подлокотник свою руку на ее стул. И то есть между ними было сантиметров пять. То есть его голова, и он нагнулся еще вот так. Да, то есть она почувствует, что вот уже нависает человек. И она мне задала, Лера, а почему так? Я говорю, ну вот в данном заведении так принято. Иногда там я даже, ну поскольку там часто бываю, слышу, две девушки пришли на ужин, такие нарядные, все. И официант подходит, ну что девчонки, ну что телочки. Вы представляете, и там не удивляются, потому что ну вот так там принято. В моем понимании это ужасно. Я не понимаю, зачем себя так вести. Мне кажется, это, ну да даже не с гостем, а просто с человеком, который ты только что встретил, не совсем корректно себя так вести. Если пытаются выстроить вот эти дружеские отношения за счет такого способа, ну, наверное, человек как-то ограничен. Вот обратная ситуация, она спрашивает слушатель, что делать официанту, если гости хамят? Ну, это уже, я понимаю, что может быть даже какие-то темы, которые будут затем затронуты, вот отношения отдельно в программе, но может быть, вот пока у нас есть еще две минутки. Да, с удовольствием отвечу. Такие ситуации бывают, и та самая история, клиент всегда прав, ушла. Здесь главное оценить масштаб проблемы и хамства. Если человек перепил и начинает уже драться или оскорблять, стоит обратиться к менеджеру. Есть суп-поддержка в виде охраны, попросить человека выйти, потому что это может нарушить как безопасность, так и комфорт других гостей. В других случаях сохранять лицо, не воспринимать это на свой счет, просто довести это обслуживание до конца, да, чтобы отзыв все равно был написан хороший. И лучше потом уже после смены выйти покурить, выплакаться, если это девушка, да, но стараться себя держать под куполом, потому что люди действительно разные, и, ну, бывает, что ведут себя очень уважительно. Сохранять лицо и улыбаться. Путешествия по миру в разных странах, вот посещая, может быть, рестораны, где вы считаете, в каких странах вот эта ресторанная культура на высоте, и у кого стоит, ну, поучиться быть, может быть, взять пример? Ну, из тех стран, в которых я была, я, несомненно, вот в данный момент рекомендую поехать в Москву. За последние лет пять Москва взлетела до уровень по гастрономическому разнообразию до Нью-Йорка, до Лондона, до Сингапура. Очень советую поехать. Настолько много сейчас талантливых шефов, потрясающе красивые рестораны, интересные, необычные, новая кухня, та, которую вы раньше, ну, точно не пробовали. Вот, на мой взгляд, все хочется себя вот развить во вкусовых предпочтениях, следует ехать сейчас в Москву. Интересно. Я думаю, Франция, там, Италия, какие-то… Это аутентичность. Если Франция, то понятно, что вряд ли это будет Париж. Лучше поехать, вот у меня друзья недавно были в Шато, насладиться вот колоритом. Там в Мишленовском ресторане, опять же, вот друзья рассказывали, заказываешь полный сет блюд и платишь за это не более 30 евро. В Мишленовском ресторане, представляете? Поэтому, ну, Италия, это уже там в зависимости от региона, смотря, что вы ищете. Ну, вот за разнообразием таким, что везде успел попробовать все, это, конечно, такие мегаполисы. Тот же Сингапур, тот же Лондон, Нью-Йорк и Москва. – Насколько ресторан, скажем так, место, куда нужно приходить постоянно? То есть вот все хорошее придает, то есть ресторан – это место, куда мы приходим, как какой-то особый случай, или это место, куда можно приходить, условно говоря, поесть, перекусить днем во время рабочего дня? – Я такой же вопрос, помнится, мне задавала, когда брала интервью у своего бывшего коллеги-шеф-повара. На его взгляд, наш менталитет воспринимает только вот это по каким-то особым случаям. То, что я вижу, полные рестораны на обеденных предложениях, мы сейчас не говорим даже бестро, просто сами рестораны подстраиваются под этот рынок, предлагают ресторанную подачу. Да, это не будет за 3,50, будет чуть-чуть дороже, но будет не хуже, и будет очень вкусно и насыщенно, но при этом вы побываете в ресторане. Поэтому я вижу, что уходит, уходит эта тенденция ходить только по праздникам. Ну и вот мы надеемся, что программа «Открытая кухня», которая уже, можно сказать, ведет, начинает вести Валерия Иванова со следующей недели, поможет вам найти какие-то интересные места, о которых, может быть, вы не знали, поговорить о проблемах и как-то заострить внимание на культуре посещения ресторанов. Спасибо большое, Валерия, за то, что пришли к нам. И уже до встречи вот на этом месте, в хозяйкой студии с гостями. Предвкушаю, да. Спасибо всем. До свидания.